Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Как избавиться от самообвинений и довозить собой? Часто испытываю чувство вины, которое мешает мне еще идти, плюс неуверенность в завтрашнем дне. Ну, смотрите, вот по факту, если мы говорим про самообвинения, то это такая вот некая подавленная агрессия, скажем так, по отношению к тому, кто обвиняет вас. А самообвинение, в свою очередь, это повторение, причем такое достаточно автоматизированное повторение, обвинение этого самого человека. Ваш адрес, вот, то есть кто-то когда-то вас обвинял в чем-то, кто-то когда-то вам высказывал претензии, и сейчас это повторяется. Ну, что или иной степенью, как бы, похожество. Вот, соответственно, источник, точнее автора обвинений в ваш адрес желательно найти, да, и как-то вот этот момент проработать. Во-первых, отделить себя от доктора, во-вторых, прожить эту историю, историю этого зачарования, например, в частности, вот именно та вот история о том, что вы вас разочаровались, когда, ну вот, это все, когда у вас обвинения возникли. Вот, и отграничить, конечно же, свою ответственность, вспомнить, опять же, вспомнить, да, вот эти чувства, чувства защиты, которые оказались у вас подавленными. Вот, то, что вы подавляли в себе, да, то, что вы подавили в себе, чтобы завоевать, чтобы получить одобрение человека, человека, который вас обвиняет, например. Вот. Дальше. Что касается недовольства собой, то это, с одной стороны, сравнивание себя с другими людьми. С другой стороны, это, соответственно, требование к себе, вот, требование к себе, это должно быть какой-то, какой-то вот другой, ну, не той, кем я, например, хочу быть, да. Вот. Яркий пример, яркий пример этого заключается в, допустим, том, что, если, к примеру, у человека есть лишний вес, человек себя корит за то, что у него есть лишний вес. Он себя ругает, он себя ненавидит за это, да, он пытается постоянно похудеть, но вот именно сама ненависть, да, она связана с тем, что, ну, типа, я вот не могу таким быть, потому что меня таким не любят. Вот. Но по факту здесь мысль, основная мысль идет в том, что я себя не люблю таким, точнее, меня не любят, меня не любят, меня не любят, меня не любят, меня не принимают таким. Вот. Если меня не принимают, не принимают, то это, по сути, угроза, это вот угроза, угроза мне, что меня не принимают. Вот. И идея в том, что если меня не принимают, то лишь вопрос времени, когда меня не примут. И чтобы меня принимали, мне нужно пролагать абсолютно нечеловеческие усилия для этого. И, как бы, вот эта мысль, она вытекает понятной из того, что человек не принимает сам себя. То есть, ему кажется, в нем что-то не так, ему кажется, что в нем что-то неправильное, что-то плохо, и, соответственно, он, по ощущениям, должен прикладывать громадные усилия для того, чтобы, ну, чтобы его приняли. Наконец. Вот. Недовольство собой. Кстати, я забыл сказать в части про самообвинение то, что это решило и не разграничение ответственности. То есть, вот есть моя ответственность, а есть ответственность другого человека. Вот. А вы, как бы, не разграничиваете ответственность, это вы ее, ну, вы ее не разграничиваете просто-напросто. И, соответственно, тут вот такой очень важный тоже момент есть, что вы ее не разграничиваете. Вот. И, соответственно, почему человек себя не принимает? Потому что он имел опыт, когда к нему предъявлялись требования, согласно которым, значит, согласно которым, согласно этим требованиям, человек должен быть другим. И... Вы это приняли. Мы это приняли. Вы это приняли. Вы с этим согласились. И все. По факту. Приняв это и согласившись с этим, вы теперь вот предъявляете себе требования быть такой, но при этом вы... при этом вы не можете быть такой. И, соответственно, это ваш конфликт. который, естественно, нужно разрешить, ну, помочь вам, помочь вам разрешить. Дальше. А в том, что касается неуверенности в завтрашнем дне. Вот. В этом моменте. Неверенность в завтрашнем дне связана в том числе и с тем, что человек не полагается на свои чувства. То есть, он, в принципе, не доверяет первое. Он стремится все контролировать. Второе. Он не, значит, ну, вот, чувствует себя незащищенным. Это не третье. Это, как-то, как-то, второе. То есть, вот, стремление контроля, это, как-то, реакция на вот незащищенных. Незащищенных, это личные границы. Когда у человека по факту нет четкого ограничения, что вот это я, вот это я, я такой, и вот другой человек, и вот другой человек, вот он тоже такой. Все. И, соответственно, идея в этом заключается. В большом счет. Вот поэтому, да, и недоверие своим чувствам. То есть, как бы, контроля это недоверие своим чувствам. Я не могу реагировать, вот, ну, в реальном времени на то, что происходит. У меня нет чувства защищенности. Вот. Я не знаю, как я буду себя вести. И когнитивно, когнитивно, этот вопрос можно решить правилами. Определенными правилами. Определенными тонкостями. Вот, например, это вот, кратки, прописывание. Это прописывание того, как вы будете себя вести в той или иной ситуации. Это вот такие, по сути, правила. Вот. Но эти правила, они связаны не с тем, что нужно, что надо. Вот. Если мы, для примера, возьмем, возьмем идею долга. Что, вот, допустим, есть, там, утверждение в каком-то социуме, что надо, ну, помогать, там, своим друзьям, допустим, да. И в эту помощь включается идея долга. Что, если вдруг попросил в долг, то можно ему дать. По факту, вопрос абсолютно немножечко по-другому. Дело абсолютно немножко по-другому. Ну, а именно. Вы, если не хотите давать в долг, вы не даете. То есть, вы решаете, даю я, вот, в долг, ну, глобально или нет. Вот. И, исходя из этого, вы уже, ну, исходя из этого, вы уже принимаете какое-то решение. И, исходя из этого, вы уже, значит, ну, решаете что-то, да. Вот. Либо, либо вы решаете, давайте долги даете, либо не даете в долгу. Потому что, конечно, здесь исключительно определяется тем, что я хочу, допустим, да. Вот. То есть, это в виде правил. А позиция ваша, оформленная в виде правил. А позиция ваша, оформленная в виде правил, она является безличной. То есть, в ней нет личности других людей. В ней вообще нет других людей. Вы отвечаете, вот, например, на просьбу о, значит, о том, чтобы дать вам, дать взаимы, да. Вот. Вы отвечаете примерно так, что я в долг не даю, да. То есть, не тебе я не даю в долг, а кому или кому угодно вообще. Просто я не даю в долг. Вот. Основная проблема заключается в том, что нет конкретного адресата вашей активности. Нет. Вот. И все. Все по факту. Вот, собственно, то, что можно вам сказать. Совершенно логично в этом ключе выглядит то, что вы не нашли у себя заболеваний. Потому что заболеваний, заболеваний у вас нет никаких, по крайней мере, вот, естественно, вот эти вещи, которые вы описали, являются единственными за исключением, наверное, только тревожности, да. То есть, у вас есть тревожность, но тревожность должна быть очень высокой, чтобы диагностировали как тревожное расстройство, к примеру. Вот. Соответственно, как бы, ну, идея вот такая, заболевания, болезни у вас нет, это нормально. Вот. Работать, работать можно. Психотерапия вполне вам поможет. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Вот. Другой вопрос. Понимаете, что избавляться ни от чего не нужно. Избавляться не нужно. То, что вы чувствуете, это часть вашей личности. Нужно это раскрыть. Нужно придать этому конструктивную форму. Например, если вы в чем-то себя обвиняете, то здесь существует как страна, чего вы хотите, что вам нужно. То, по факту, за что вы себя обвиняете. Обвиняете. Или вторичная выгода от обвинения, если вы делаете откровенно то, что не хотите. И есть сам факт обвинения, из которого следует, что в какой-то степени обвинение, оно имеет место быть. Но имеет место быть не для того, кто обвиняет, не для объективной реальности, а именно для вас. То есть вы с обвинением в чем-то согласны. Вы обвинение на себя как бы принимаете. Вы говорите, да, окей, я виноват. Ну, в чем-то. В чем-то я виноват, говорите вы. И все. И все. И начинается, собственно, проблема, которую вам необходимо решать. В том числе через, вот, значит, через взаимодействие со специалистом, со психологом. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что это было вам полезно. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что ситуация разрешится.